МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом выпуске программы мы коснемся тем, которые сегодня, наверное, больше всего обсуждают в Крыму. Хотя, конечно же, день сегодняшний насыщен большими политическими событиями, неоднозначными решениями парламента, неоднозначными шагами президента. Здесь буквально в 10 шагах от нашей телестудии продолжается акция протеста правого сектора. И мы сегодня коснемся темы добровольческих батальонов и их будущего, и особенно будущего тех подразделений, которые носили в своем названии слово «Крым». Во второй части программы гостем нашей студии будет Исаакаев, командир добровольческого подразделения «Крым», который в эти дни проходит трудную, но все-таки последовательную процедуру легализации добровольческого батальона «Крым». Мы также поговорим с Исой Акаевым о перспективах исполнения обещания президента сегодняшнего относительно того, что в новой конституции, в измененной конституции Украины Крым будет определен как национально-территориальная автономия, либо же национально-территориальное образование, основанное на реализации права крымстарского народа на самоопределении на своей исторической родине. Но начнем сегодняшнюю программу темой, которая прошла красной нитью на этой неделе, на прошлой неделе по всем средствам массовой информации России и Украины в том числе. Пожалуй, впервые руководство Крыма, особенно в лице Сергея Аксенова, подается такой массированной критике со стороны российских СМИ, а учитывая, что высокий уровень цензурируемости этих изданий, можно говорить с большой долей вероятности о том, что такова на сегодняшний день политика Кремля. Что будет после этой лавины кадровых уже изменений в так называемом правительстве Крыма? Останется ли Крым в российской конституции крымским федеральным округом, либо же его просто присоединят к южному федеральному округу? Об этом и о других вопросах коррупционного правительственного скандала в Крыму мы предлагаем поговорить с членом нескольких крымских правительств, Александром Лиевым, который занимал различные должности, последняя перед аннексией, это был министр курортов и туризма, но сегодня не о пляжном туризме, вашей излюбленной темы до оккупации Крыма, а сегодня все-таки о том, что же означает этот коррупционный скандал. Мы посмотрим ретроспективу вот этих событий с арестами, задержаниями, обвинениями, созданиями всевозможных комиссий и тут же их отменой, но в нашем сюжете, но в начале ваше мнение. Как лично вы восприняли эти события в Крыму? – Знаете, Валентина, вообще россияне – люди, любители штампов. Это, наверное, пришло еще когда-то с Советского Союза. Ну вот определить, что там чукчи, такие-то, молдаване, такие-то. Какие крымчане им, в принципе, определять еще раньше не приходилось никогда. Они всегда думали, что Крым – это просто земля, море, камушки, воздух. А крымчане – это был ослуживающий персонал, не было у них понимания, кто такие крымчане. К огромному сожалению и их разочарованию, а к нашему тем более, перед их глазами пристали, ну, скажем, «лучшие» из нашего с вами землящества, те, кто вошли в это правительство и те, с кем пришлось разговаривать высшим чинам российского государства, а там есть много очень умных, крайне грамотных и образованных людей. Это с этим не поспоришь. И эти люди, приезжая в Крым, столкнулись там с… Ну, начиная с самого Аксенова, да, там, ну, мы с вами его хорошо знаем, заканчивая всеми теми, кто там был рядом. Пообщавшись с каждым из них, сложился штамп, какие они крымчане. И с этим штампом люди вернулись в Кремль. И именно этот штамп будет лежать в основе ближайшей, новейшей истории, пока Крым будет аннексирован в отношении к его кадрам. И? Крымчанам там места во власти не будет. По этой причине? Потому что в Кремле сформировалось мнение «хуиз крымчанин». Только поэтому? В первую очередь. То есть никаких стратегических целей, вот эта сейчас зачистка, возможная зачистка в том числе и от Аксенова, руководство Крыма не имеет на ваш взгляд. Хотя я хочу напомнить, что год назад, когда вот это правительство назначалось, когда туда шли прямо самообороны, там, Шеремет, люди, не имеющие не только там какого-то опыта, но и достаточной подготовки, да, даже профессиональной, просто образовательной подготовки, прогнозировалось, что это только на первое время, пока есть эта эйфория, Крымская весна, а потом Москва всех поменяет. Мы видели, как силовые ведомства, да, поставили монархистку, как теперь оказалось, Поклонскую, ее обсадили прокурорами, которые приехали с российского материка, и так практически везде кураторы-то были во всех ведомствах, да? Так было, и более того, просто размер ведомств, туда позже приходит эта смена. Поэтому для меня это неудивительно, и говорю еще раз, этот штамп, который родился по отношению к крымчанам, да еще и с этой изменой, и по отношению к предательству, да, вот вообще предателей людей никогда не любит, он проходил красные линии все это время. Вот пример по моей отрасли, где сейчас я работаю, Министерство аграрной политики. Я, будучи советником министра аграрной политики, занимаюсь вопросами взаимодействия по теме Крыма именно, Крыма и оккупированных территорий Донбасса и Луганска. У нас в Крыму 64 объекта наших государственной собственности, которые находятся в собственности государства, госпредприятия. Так вот, из 64 объектов, на всех 64 ни один директор во время аннексии не, скажем, не уперся рогом, не сложил себе полномочия, а все 64 директора подняли флаг России над своим предприятием. На сегодня осталось из 64 директоров всего лишь 6, все остальные уволены. Тихо, мирно, спокойненько, так они прощались с предателями в течение года. Это лишь вот в этой маленькой отрасли. Такая ситуация произойдет повсеместно. По всей крымской управляющей стезе места там крымчанам останется очень мало. Хотя себя тут же начнут считать крымчанами те чиновники, которые приедут из Оренбурга или из какого-нибудь Свердловска, прожив там 3 месяца, начнут себя называть крымчанами. Они тут вообще в детстве отдыхали и в Артеке два раза были, и даже у них здесь квартира в принципе уже давно есть. И почему бы они не крымчане? Такие уже появляются. Хорошо, на ваш взгляд, вместе с ликвидацией Министерства по делам Крыма, ваше мнение тоже по этому поводу интересно будет, в российской прессе обсуждался вопрос вообще о ликвидации Крымского федерального округа и присоединения территории, скажем так, административной территории к Южному федеральному округу. Что за этим стоит, насколько и чем это вызвано, если так? Для меня в первую очередь это сигнал того, насколько все плохо у нас в отстаивании интересов Крыма, интересов крымчан, интересов Украины в отношении к анонсированному Крыму. Потому что когда они создавали Министерство по делам Крыма, они говорили, что это Министерство будет существовать 3 года. И цель этого Министерства была имплементация на территории Крыма административной системы, которая находится в России. Сейчас вот это сворачивание этой темы можно расценивать как успешную имплементацию, которая там действительно успешно, достаточно быстрыми шагами была введена в действие. Могли ли мы этому мешать? Могли. Должны были. И много чего могли в этом плане делать. Например? Ну, в том числе и во взаимодействии с самими людьми. И каждое министерство, которое есть сейчас на территории Украины, должно было бы заниматься вопросами Крыма по всем объектам, которые там находятся. Никаких действий вообще не происходило. Там много чего. Это касается и милиции, прокуратуры, подавать в розыске. Очень много что можно делать. У нас план действий в этой ситуации состоит из 12 пунктов только по Минагрополитике. И у нас все это время даже координатора по этому вопросу не было. Созданное Министерство по делам Крыма в России было наполнено кадрами, деньгами и полномочиями через 3 дня после создания. У нас в августе министр был назначен сразу же, через 3 дня. Но Министерство еще долго-долго утверждалось. Утверждено было положение. Но я не об этом спросила, Александр. Можно все-таки я вернусь к своему вопросу? Итак, что даст Крыму и что это означает вообще? Вот эти вот манипуляции или пока что на уровне обсуждения с ликвидацией Крымского федерального округа. Крым что-то потеряет в этом случае. Какие-то полномочия у него отпадут, у нынешнего Крыма. Кроме того, что не будет должности, которую занимает сейчас господин Беловинцев, которая принадлежит команде министра обороны Шойгу. Что еще изменится? Потому что Аксенов сегодня или вчера заявляет о том, что теперь деньгами, которые идут на эту огромную, утвержденную, но пока что не финансируемую федеральную целевую программу до 2020 года, теперь ими будет распоряжаться Совмин. Глядя на коррупционные скандалы, тяжело в это поверить, что Москва на это пойдет. Что кому добавится, что избавится, и что вообще, значит, что побудило Кремль сегодня вообще говорить об этом? К пересмотру этой истории. К пересмотру истории. Ваша версия. Я думаю, что ни о каком увеличении полномочий, конечно же, речи нет. Более того, руководству Крыма. В том виде, в котором руководство Крыма сегодня существует по сегодняшнему закону их федеральному о Крыме. А вот смена более серьезная и в крымских элитах, которые будет организовывать Кремль, заводя туда людей на места, не обрезая акционовы полномочиями, а заводя новые лица, которых будут массировано поддерживать прессой, делать из них новых лидеров Крыма. И вот уже под них, возможно, давать какие-то возможности для того, чтобы их там укреплять. Это стандартная программа. А не кажется ли вам, что ликвидация Крымского федерального округа, на которой завязаны многие вещи, крымская регистрация людей, автомобилей, регистры морские, что там еще есть, что, собственно говоря, регистрируется в Крыму, это попытка повторить схему, которую люди уже, очень многие в Крыму, для себя проложили. То есть для того, чтобы получить загранпаспорт, уйти от санкций. Они что, едут в Краснодарский край, покупают там какую-то халупу и, что называется, выправляют себе документы и становятся уже не под санкциями, уходят из-под санкций. Не кажется ли вам, что Москва таким образом пытается увезти из-под санкций многие-многие вещи в Крыму? Вообще, наверное, это помогает увезти из-под санкций какие-то вещи в Крыму, но я не думаю, что это могло быть целью, и что там кто-то в Москве озабочен, как же бедным крымчанам тяжело теперь визу получить. Уверен, что это их вообще мало кого интересовала, эта история. Это их свой план, который никак не касается людей. Да, но это касается предприятий, которые не могут работать в Крыму. А если они будут работать в Южном федеральном округе... Регистрация все равно будет в Крыму. Нет, регистрация будет в Краснодаре, но работать они будут там, и это будет как бы одна территория налоговая, допустим. Ну, я не думаю, что это... то есть, что сегодня для них это проблема. В России, что это вообще вещь рассматривается, как проблема, которую надо решать на уровне Москвы. Что она вообще ставится перед Москвой тем же самым Аксеновым. По крайней мере, в дискуссионном поле, которое нам доступно, я вообще не вижу, чтобы они эту проблему поднимали и обсуждали. Ее чаще говорят на территории Украины, о том, что предприятия не могут там работать. Сегодня вообще механизма, куда этим предпринимателям или предприятиям пожаловаться и сказать, что есть такая сложность, в общем-то нет. Молча идите и делайте свое дело. Не тявкайте и не мешайте. Хорошо, давайте теперь поговорим о коррупции. Для того, чтобы мы последовательно эту историю уникли вместе с нашими телезрителями, посмотрим материал наших корреспондентов. Сергей Аксенов отменил свое решение о создании комиссии по защите попавшихся крымских чиновников спустя пять дней после его подписания. Превышение полномочий и попытка противодействия силовикам были налицо, за что Аксенов удостоился, пожалуй, первой массированной волны критики в российских СМИ. Однако официально свою попятную глава Крыма обосновал иначе, переложив часть ответственности на парламент. Дело в том, что нестыковки просто с российским федеральным законодательством в данном случае повлияло на мое решение. При этом комиссия не отменена как таковая. То есть мы говорим, что по сути на сегодняшний день принято решение и распоряжение уже должно быть опубликовано. О том, что рекомендовано Государственному совету Республики Крым в случае поступления жалоб со стороны должностных лиц создавать рабочие группы из депутатов Государственного совета, которые будут вникать в конкретные ситуации и разбираться с конкретными фактами, имеющими место, то есть быть, особенно после публикации их в СМИ. Коррупционные схемы, которые мы вскрывали на протяжении многих лет, после присоединения Крыма к России, никуда не исчезли. К ним только добавились манипуляции нынешних чиновников с отжатой украинской государственной и частной собственностью. От банального купирования площадей ранее экспроприированных курортных объектов до пропажи украинских боевых кораблей. Однако Москва в течение года после аннексии закрывала на эти шалости глаза. Предвестники коррупционных скандалов проявились только этой весной. Были уволены министр транспорта Анатолий Цуркин и министр курортов и туризма Елена Юрченко. В июне отправлен в отставку министр экономики Николай Коряшкин. Отстранен от должности на время расследования министр имущественных отношений Александр Гордецкий. В завышении цен при госзакупках топлива обвинено руководство Черноморнефтегаза, что, впрочем, не было новостью. Наказывать за такие ситуации максимально. Вообще, я считаю, что это мошенничество, если продают топливо не той категории. Запретить Черноморнефтегазу, Сергей Викторович, все закупки проводить в самостоятельном режиме. У меня там есть большие вопросы. Вот поселокосчетная палата закончит работать, мы выводы в сети опубликуем. Разносы, которые время от времени демонстрируют на камеры Аксенов, как правило, никакими наказаниями для чиновников не заканчивались. После аннексии Крыма они относили себя к касте неприкасаемых. Бывший премьер Крыма, а ныне народный депутат Украины от блока Петра Порошенко Сергей Куницын, объясняет бездействие Кремля по противодействию коррупции, платой крымским изменникам за принесение Крыма в Россию на блюдечки. То, что сейчас отжимается самообороной, оно отжимается в пользу Аксенова и компании. Но на самом деле Аксенов получил приличные полномочия, потому что я знаю, что ваш президент в прошлом году в одном там небольшом кругу сказал, когда ему сказали о том, что масса жалоб поступает на Аксенова с Константином, что они там как бы самооборонно бесчинствуют, грабят там. На что ваш товарищ сказал, ну он же нам Крым подарил, ладно, пусть побалуются. Тем временем июньская проверка Федерального дорожного агентства засветила масштабы воровства. Минстрой Крыма не смог предоставить проверяющим документы о целевом использовании 368 миллионов рублей. А ряд соглашений с подрядчиками проверка признала несоответствующими договору между правительством Крыма и Росавтодором. К концу июня в распутывание коррупционных схем активно включились федеральные силовые структуры. ФСБ задержало министра промышленной политики Андрея Скрыльника. Затем был взят с поличным на дачи взятки глава Крымской налоговой службы Николай Качанов. Возбуждено уголовное дело против директора Ялтинского торгового порта Дмитрия Петрова. Кольцо сжималось. Аксенов и Константинов заговорили о происках врагов. Хочу сказать, уважаемые коллеги, что в средствах массовой информации мы подверглись очень серьезной атаке. Все наши враги только ждали этих всех прецедентных вещей. Когда человека задерживают, еще нет никакого материала, еще непонятно, что происходит. Уже средства массовой информации, наполненными словами, коррупция, коррупционная команда. Самая коррупционная команда, после того, как я прочитал, что мы самая коррупционная команда за всю историю Крыма, конечно, в этот день мне захотелось написать заявление и вообще уйти, больше здесь никогда не появляться. Потому что это чистая информационная ложь. Сегодня та команда, которая работает в Крыму, она реально самая чистая, честная из всех, которых я в своей жизни видел в Крыму. Я отвечаю за это своей головой. Интуиция, она меня никогда не обманывает. Показывает, что это просто дымовая завеса, связанная с тем, чтобы имитировать на определенном этапе, вот имитировать борьбу с коррупцией. Пока что борьбу с коррупцией возглавляет Совет Министров, все без исключения. И в том числе не стесняется говорить о фактах злоупотребления со стороны должностных лиц публично. Мы считаем, что это все органы власти, включая силовые структуры, должны это же самое делать. А я этому поспособствую, поверьте мне. Похоже, Москва оказалась в двусмысленном положении. С одной стороны, она не готова сменить вчерашних героев Крымской весны, оказавшихся теми, кем они и были, банальными коррупционерами, и взять на себя все риски за полуостров в условиях транспортной, энергетической и продуктовой изоляции от материка. С другой, вынуждено продолжать многомиллиардные вливания в Крым, которые будут разворовываться. Дотации из федерального бюджета удерживаются на рекордной для российских регионов отметке около 80% всех доходов казны республики. Но при этом правительство Крыма все равно вынуждено брать кредиты. Поэтому коррупционный скандал, вызванный действиями силовиков, стали старательно сглаживать. Все зависит от кадров. Начинается и заканчивается кадром. Поэтому мы живем в Российской Федерации в течение года. Здесь были другие условия работы и очень сложно перестраиваться людям. Зачастую они допускают ошибки. Просто ошибки допускают несознательные. Однако Кремль все же дал понять Крыму, что не потерпит перетягивания республикой несвойственных ей функций. Неслучайным оказался, по сути, инспекционный визит председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, вдруг пожелавшей провести часть отпуска в Крыму. Домашние задания для себя и для Совета Федерации сформирую. И мы будем активно включимся в их реализацию. Надо, чтобы быстрее свободная экономическая зона заработала, чтобы ФЦП как можно быстрее заработала. Дороги надо делать активнее. Ясно, что федеральный центр определил Аксенову срок до осени. К этому времени, в случае продолжения сложившихся тенденций, будут производиться кадровые чистки в правительстве Крыма. Поэтому, по итогам сентября месяца, будет подведение отчет правительства, я буду отчитываться, в Государственном совете. Все смогут задать любые вопросы, по любому процессу, без исключения. И по итогам, возможно, я не знаю, то есть, когда мы посмотрим по показателям, как выросли показатели в конкретных, возможно, будут еще какие-то изменения в правительстве. До осени, по-видимому, Москва отложила и решение вопроса с дальнейшим существованием Крымского федерального округа. В случае вхождения Крыма в Южный федеральный округ, усилится влияние федеральных силовиков. С большой долей вероятности, они воспрепятствуют появлению еще одной после Чечни, неподконтрольной их действиям республики и ее главы. В апреле, напомним, Москва столкнулась с сопротивлением Кадырова при проведении спецоперации по задержанию объявленного в федеральный розыск чеченца. Доказывая свое феодальное право, глава Чечни в сердцах призвал своих полицейских стрелять в федералов, если их действия не были с ним согласованы. Бунт был кулуарно подавлен, поэтому реакция на непослушание Аксенова может быть жестче, чем он это представляет, продолжая купаться в дарованных за взятие Крыма привилегиях. Они не вечны. Итак, ваш прогноз. Чем продолжится вся эта коррупционная скандальная история? Как скоро там будут какие-то изменения и что в целом ждет Крым? Потому что сказать о том, какие стратегические проекты могут реализовываться, мы сегодняшний день не можем. Потому что, с одной стороны, мы видим обещание многомиллиардных инвестиций, пусть даже и бюджетных в строительство крупных объектов. С другой стороны, читаем сегодня о том, что в Симферопольском гурсовете уже несколько дней не могут распечатать документы. По той причине, что кончились чернила в картриджах, перезарядить их негде. Потом оказывается, что картриджи обслуживаются в магазине, который принадлежит советнику, председателю гурсовета, или как он теперь называется. Поэтому, с другой стороны, мы слышим заверения в том, что Крым все-таки будет развиваться, в том числе и как курорт. Аксенов встречает двухмиллионного, как он говорит, туриста. Ну, неважно, да. И сегодня же, в время и вчера, становится известно, что дорога в один из популярнейших курортных городов, Феодосию, будет закрыта как раз сейчас. Высокий сезон, что называется. И для того, чтобы попасть в Феодосию или из нее, нужно будет делать крюк более чем 80 километров. Как сопоставить вот эти все события? Ну да, мне понравилось, как в сюжете Аксенов говорит, что посмотрим, как выросли показатели, и вот от этого будем. То есть, он не допускает даже варианта, что показатели у него не выросли, у правительства. Вот он в сюжете говорил, что скоро будет отчет в сентябре, и будут у него там рассматриваться, как выросли показатели. Состояние дел по всем вопросам, по всем статистикам, по абсолютно всем отраслям в Крыму на уровне послевоенных лет. Некоторые показатели на уровне военных лет. Что, собственно говоря, и побудило Москву передать Крым из состава России в состав Украины для того, чтобы с материка пошли все ресурсы необходимые. Кстати, я вот думаю, что этот период мы тоже изучим. У меня есть целая группа аналитиков, с кем мы вот такие вещи как бы сопоставляем, особенно в сфере аграрной. Я думаю, что вот этот как раз период, когда Москва передавала в отвратительном положении, в плачевном положении полуостров, где была большая часть его степью, где не было воды, или что-то после этого стали строить Северокрымский канал, его реально строили руками и жизнями украинцев, то показатели сегодняшние и по количеству туристов, и по количеству, там, по цифрам в экономике, они будут сопоставимы. Поэтому говорить о росте, о котором собирается Аксенов рассказывать в сентябре перед этими клоунами, которые называют госсоветом, это смешно. В общем-то, то, что сейчас звучит вообще в публичной сфере из уст крымской, в кавычках, власти, как и, в общем-то, из российской по отношению к Крыму, ничего общего с реальностью чаще всего не имеет. Поэтому нам очень тяжело анализировать бред по поводу двух миллионов туристов, бред по поводу рекордного урожая, бред по поводу всего этого. Но не бред, что туда зазывают украинских комбайнеров вместе с техникой для того, чтобы убирать урожай. Кстати говоря, Министерство аграрной политики среагировало, и что, поехал кто-нибудь или нет? Если можно очень коротко, потому что мы уже... Да, вообще во всей этой истории нам больше нужно думать, не только наблюдать и прогнозировать, что у них там будет, а действовать и включаться в эти процессы, чтобы у них там не было то, что там придумал себе Путин. И у нас есть много механизмов действовать и на это дело влиять. То, что касается комбайнов, да, мы узнали информацию, причем она меня просто шокировала. Это жители Западной Украины, два партнера, решили отправить свои комбайны в Крым, потому что там в два раза выше тариф был на уборку урожая. При этом, понимая, что комбайны могут не вернуться, они пытались договориться по этому поводу с чиновниками по ту сторону, по эту. Зная, что я крымчанин, на меня даже вышли, чтобы я как-то им там помог. В этой ситуации мы и публично это известили, общественность, и написали письма всем крупным компаниям, которые имеют собственные комбайны, от имени министра аграрной политики, с просьбой не участвовать в этом процессе, потому что, во-первых, в Украине своих комбайнов не хватает, во-вторых, есть шансы, и эти шансы стремительно близки к 100%, что комбайны эти не вернутся потом из Крыма обратно. По этому поводу мы обратились в пограничную службу Украины, и в таможню, и в СБУ, для того, чтобы, если будут попытки перевести туда комбайны, чтобы эти попытки пресекались. Кроме этого, у нас сейчас разработана большая достаточно программа по направлению наших госпредприятий, которые находятся на территории Крыма. Это касается кадров. Все те люди, которые тогда подняли российские флаги на своих предприятиях, сейчас мы их подводим вместе с прокуратурой, в Республике Крым, мы с прокурором очень плотно работаем. Мы сейчас подводим их под статью «Участие и организация захвата государственного имущества». Это уголовная наказуемая статья, дальше будет розыск, дальше будет розыск не только по Украине, а международный розыск. Я думаю, что это многих взбодрит этих предателей. Это касается имущества движимого. Это большая работа, которая сейчас с нами проводится в вопросах кораблей наших, которые были захвачены. Сейчас из реестра, то есть до сих пор все это время, оказывается, этого не было сделано. Вот лишь сейчас мы взяли эти данные из реестра, направили их в прокуратуру. Дальше мы ждем аресты этих суден, которые могут выходить за акваторию Крыма. Это касается автомобилей. 5 тысяч автомобилей Министерства аграрной политики находятся на территории Крыма. Сейчас все они подаются в розыск, и не только по Украине. Кстати, у нас база розыска общая с Россией, как это ни странно до сих пор. Но она с многими интернациональная. То есть эти машины не смогут выехать, в том числе и по России. Огромное количество примитивных, несложных и недорогих мероприятий, которые может приводить каждое министерство, очень серьезно поломают планы. Если у них есть грамотные юристы. Спасибо большое. Александр Лиев, советник министра агрополитики Украины, был гостем сегодняшней программы. Сейчас, пока мы ждем в студии Исуакаева, командира подразделения Крым, с которым будем говорить о судьбе добровольческих подразделений в АТО, и о судьбах Крыма, в том числе, и реальности реализации права крымсвитарского народа на самоопределение. Ну и, конечно же, его прогнозы по освобождению Крыма. Пока мы ждем Исуакаева, мы, конечно же, предлагаем вам наш традиционный опрос, что ты сделал для деоккупации Крыма. Вопрос, который Анна Андреевская задает министрам, народным депутатам, публичным людям, которые обязаны такую работу вести. Сегодня на ее вопросы отвечали народные депутаты от президентского блока, блока Петра Порошенко, Андрей Лопушанский, Михаил Копцев и Егор Фирсов. Не переключайтесь, увидимся через несколько минут. З первых дней моего депутатского перебивания в Верховной Раде, когда мне выборцы доверили свои голоса, то мы приняли, я думаю, сотни беженцев из Крыма. Это старый самбир, турка, сколи, в стрелках у нас живут родины, також мы в интернатах разместили, по людях разместили, шукаем им работу, допомагаем, ну, уже и забули, может, они уже влаштувались, эти часы такие важкие, которые были для них, перейшли. Слідкуем и допомагаем им. Я член парламентской асамблеи Ради Европы, так, и постойно висловим позицию крымчан в Паре, в Страсбурзе, где мы висловим на группах, на фракциях, на комитетах, как ущемляются права люди. В настоящее время восток Украины находится в военном положении, и, по сути дела, я співчуваю крымчанам, но больше занимаюсь Донецком и Луганском. Потому что я считаю, что, по-перше, мы должны закрыть проблемы в Донецке, а потом перейти на Крим. Я обеспечиваюсь не только проблемами переселенцев, я обеспечиваюсь военнослужащими, я волонтером, сам езжу туда на передовую, у меня есть несколько своих программ. Я дарован для депутата из Донецкой области, большую часть времени провожу там. Я не мажоритарщик, я списочник, поэтому на мои плечи упало практически все 21 округ Донецкой области, ну, я занимаюсь в Донецкой области. В частности, для крымчан, ну, к сожалению, Крымом я не занимаюсь. Там есть достойные люди, южане, народные депутаты, поэтому они должны заниматься этим. Добрый вечер все, кто присоединится к нашему эфиру. Центр журналистских расследований приветствует вас в эфире телекомпании «Социально-окраинна» и «Черноморская». Продолжаем выпуск программы «Вопрос национальной безопасности» и о той самой национальной безопасности, которую каждый из нас старается защищать, в том числе и решая проблему деоккупации Крыма. Иса Акаев, командир подразделения «Крым», гость нашей программы сегодня. Добрый вечер, Иса. Добрый вечер. Мы уже опубликовали в Центре журналистских расследований информацию о том, что подразделение, которое вы возглавляете, сейчас проходит многотрудную работу по легализации. Был некий период, когда вы размышляли, да, как поступать дальше, когда, скажем так, пошла государственная политика по легализации и, скажем так, отзыву из зоны боевых действий в добровольческих подразделениях. После приказа начальника штаба, генерального штаба, о выводе добровольцев, мы начали заниматься этим вопросом вплотную. И не могли решить в составе МВД или в составе Збройных сил легализоваться. Поэтому... Ну, скажем так, по вашей специфике, вашей работы, вам куда больше? Да, больше, конечно, ЗСУ нас устраивало, потому что, как бы, это... Ну, мы долго просто не могли найти понимания с их стороны, вот, то, что это, как бы, национальное подразделение, там есть некоторые свои особенности, некоторые тонкости, которые надо учитывать. Вот, и мы рассчитывали, что... Ну, как рассчитали, так и получилось, слава Богу. Нашлись люди, которые с пониманием к этому отнеслись, поддержали нас и с Божьей помощью начали формироваться. Я хочу, чтобы вы немножечко рассказали, если возможно, конечно, да, вот такая инсайдерская информация изнутри для очень многих украинцев, да, вот этот вот процесс легализации, да, или процесс вхождения в действующую армию, там, или в Насгвардию добровольческих батальонов, очень много обиды. Говорят, что наших добровольцев кинули. Говорят о том, что высшее руководство государства, ну, так скажем так, громко, и не сказало спасибо вам всем, да. Было сказано строго так, всем добровольцам кыш, а то, да, в общем, хорошие налево, плохие, будем вас разоружать, будем вас преследовать по закону и так далее, и так далее. Действительно ли это настолько, ну, брутально происходит? И как сейчас те, которые легализуются, каким образом с вами обходятся? За всех я не могу сказать, вот конкретно с тем, чем мне пришлось самому столкнуться. Нам поставили сразу в известность, что есть приказ начальника генштаба о выводе всех добровольческих подразделений, которые не легализованы, с зоны АТО, нам пришел человек со штаба АТО и сказал, у вас шесть дней на сборы, на сдачу оружия и выход. Мы собрались с ребятами, сели, поговорили, решили выйти, чтобы не усугублять ситуацию. Мы не преследовали... С оружием? Нет, мы оружие все сдали на хранение. Нет, мы все оружие сдали на хранение, все свое, все, что касается войны, все это сдали на хранение. Ну, надеюсь, что нам его вернут после того, как мы вернемся в зону АТО. В принципе, вышли и начали заниматься этим вопросом довольно-таки долго и очень-очень тяжело. Сначала как бы хотели нас в составе Насгвардии. Это долго ни к чему не привело, скажем так, по большому счету. Разговоры были Насгвардии, это не Насгвардии, там дальше больше. А потом уже, когда встретились с людьми, с тем, с кем мы воевали, ребята были из Бройных сил, там, сил специальных операций, офицеры, которые нас уже знали, с кем мы вместе сражались, они сказали, что нам помогут легализоваться в составе ЗСУ. Ну, и вот, долго пришлось, конечно, биться. Ну, слава Богу, получилось. Ну, писали письма и на имя президента, и на имя министра обороны. Ну, сегодня вы, вот в какой стадии? Есть уже конкретная воинская часть, которой вы приписаны. Сейчас пока. Вы знаете, какая у вас специализация, грубо говоря, так, по дилетантски скажу далее. Специализацию мы уже знаем. Рассказывайте подробности. Короче говоря, со специализацией вроде бы мы как определились, а потому что, как бы, все это время мы занимались разведкой и диверсионной работой. Вот. Мы останемся, как бы, в этой специализации. Вопрос с номером части пока еще, как бы, открыт. Пока еще не определились, какой именно будет. Вот. Ну, скорее всего, это будет выглядеть как отдельный батальон разведки, который будет подчиняться напрямую начальнику генерального штаба. Почему такое подчинение? Ну, потому что все, ну, это так положено. Все отдельные батальоны разведки, они подчиняются напрямую начальнику генерального штаба, который... То есть это не исключение, это не в связи с тем, что все-таки вы сохраняете свое подразделение, хотя начальник генерального штаба неоднократно высказывался против этого, если не ошибаюсь, да? Да. Вы сохраняете свое подразделение, вы сохраняете свою этническую, скажем так, особенность. Я правильно понимаю, что это мусульманские все равно будут? Ну, основная масса будут мусульмане, но мы не мусульман от себя, не это самое. Мы не отгоняем, мы не говорим, чтобы они не шли. Мы в любом случае, ребята, вот сейчас даже по новым спискам, которые идут, мы сейчас первую роту формируем. В российской прессе я уже прочитала про то, что вас уже четко там затачивают на поход на Крым, что вы где-то там будете в Херсоне дислоцироваться. Какая-то вот есть привязка к Крыму на сегодняшний день нет или нет? В любом случае привязка на Крым в любом случае будет, потому что, ну, как бы задача наших всех крымчан, бывших вернуть Крым обратно в состав Украины, чтобы восстановить то, что было. И я думаю, пока мы этого не добьемся, мы не остановимся. Ну, для этого все это собирается, для этого все создается. Все люди, кто среди нас, кто к нам присоединяется, у всех мысль только об этом, чтобы вернуться домой, вернуться домой победителями, восстановить справедливость. Где-то уже Мелькалов, в том числе со ссылкой на вас, численность тысяча человек. Что это за батальон такой будет? Нет, это уже два батальона. Нет, это да, это слишком много людей. Но это просто, может быть, там, недопоняли друг друга. Вы можете сейчас назвать численностью этого будущего подразделения? Ну, это будет от 400 до 500 человек максимум. И всех будут крымчане, да? Не все будут крымчане, потому что на сегодняшний день не все крымчане хотят. Ну, многие люди просто хотят, потому что, ну, как бы слышали о нашем батальоне. Кто-то с нами пересекался, когда мы воевали вместе, кто-то плечом плечом с нами сражался. Многие эти ребята, которые сейчас, многие из них демобилизованы были из ЗСУ, они сейчас узнали, что мы формируемся, что мы легализовались, и они готовы на контракт-основе уже служить с нами вместе, ну, как бы зная о нашем. Я напомню нашим телезрителям, что с начала антитеррористической операции, да, в зоне АТО действовали, воевали, боролись три подразделения, которые имеют в своем названии слово «Крым». Да, это подразделение Исаакаева, да, это подразделение, которое возглавлял Станислав Краснов, которые дислоцировались в Песках, воевали в Песках в составе батальона «АУН». И там много ребят молодых крымских, да, и это подразделение, которое было как раз уже легализовано, но тоже это… Это самое первое легальное подразделение. Это легализованы, да. Это Крыма-сотня Крым. Крыма-сотня Крым в составе полка Днепр-1 нацгвардии Украины, да. Вот, и для того, чтобы вспомнить и знать, что сегодня происходит с другими подразделениями, Татьяна Курманова подготовила сюжет и пообщалась, и собрала информацию об этих подразделениях. Давайте посмотрим. По различным данным, всего было остановлено, около 40 добровольческих батальонов, однако точное количество служащих там добровольцев неизвестно. Крымские добровольцы, которые были на передовой с самого начала АТО, входят в состав нескольких подразделений, но в информационном поле наиболее известны три батальона. Батальон «Крым» под командованием Станислава Краснова в составе 44-го батальона территориальной обороны был создан крымчанами-евромайдановцами. Батальон был сформирован сразу после начала военных действий на Востоке. Особовый склад не только из крымчан, конечно, что есть наша основа, также были другие друзья из Майдана, потом объединялось много других людей. Ну и приблизительно в жевне мы собрались и поехали в Пески, уже достаточно на наши боевые позиции, на которых мы там пребывали достаточно долгий час. По словам Краснова, своеобразная миссия батальона напомнить украинцам, что Крым нельзя забывать и что крымчане также воюют за единую страну. Ситуация с расформированием добровольческих батальонов сказалась и на бойцах Краснова. Сейчас решается вопрос о включении батальона «Крым» в состав отдельной бригады. Однако, какое именно, Станислав Краснов пока не говорит. Сейчас у нас планы такие далекоглядные. У нас есть договоренность с начальником Генштаба. Мы пару недель назад до него ходили на прием. Про переведение нашего батальона до склада одной из новоформующихся бригад. Но я пока что тоже не буду про это докладно сказать. Как на все выйдет, если выйдет, то мы сделаем там какие-то заявки. Пока проходят переговоры, а батальон «Крым» набирает добровольцев в резерв. Кроме того, выходцы из полуострова входят в отдельную сотню «Крым» в составе батальона «Днепр-1» на Цгвардии Украины. Официальное решение о формировании сотни под названием «Крым» в составе известного батальона было принято в июне прошлого года. Ради лучшего будущего своей родины мусульмане и христиане, крымчаки, татары и украинцы вместе взялись за оружие. «Совместными усилиями мы будем приближать тот день, когда агрессор будет разбит и следа его не останется в Украине», говорится на странице батальона в сети. В анкете добровольца на сайте сотни предупреждает, что в первую очередь сотня связывается с выходцами из Крыма. Все кандидаты проходят собеседование, по результатам которого принимаются решения о приеме. А костяк батальона составляют представители крымско-татарского народа и мусульмане Украины. Руководит сотни Иван Селенцов с позывным «Крым», принявший ислам и теперь именуемый Абу Юсуф. Он стал известен после похищения в марте 2014 года в Крыму, когда был задержан спецслужбами. В интервью «Радио Свобода» командир крымской сотни рассказал, что все бойцы сейчас официально оформлены. Это был принципиальный вопрос. Если спросить нас, крымчан, тех, кто воюет, вне зависимости от того, воюют они в составе Днепр, один, сотни Крым или других батальонов, или в сбройных силах, я вам так скажу, что все крымчане, которые воюют сегодня в зоне АТО, для них война началась намного раньше. Она началась 27 февраля. После отъезда с аннексированного полуострова Абу Юсуф решил, по его словам, создать мусульманский батальон. Тогда он познакомился с известным командиром Исоя Каевым. После обучения на полигоне в Днепропетровске, одна часть группы осталась ждать официального оформления в батальон «Днепр-1», а Исоя Каев создал самостоятельное спецподразделение «Батальон Крым» и сразу поехал в зону АТО. Батальон стал известен после того, как Исоя Каев в программе «Хоробры Сарцяна 1 плюс 1» обратился к крымским оккупантам, обещая прийти за каждым из них. А нашим врагам просто хочу передать, чтобы они не расслаблялись. Мы за каждым из них придем. Однозначно. Исоя Каев с товарищами составили костяк разведывательно-диверсионной группы. Всего в девятером они героически удерживали оборону известной «Саур-могилы» на Донбассе. Об этом подвиги Каев тоже рассказывает скромно. Практически целый день шел бой. С хорошим накалом. Пехота штурмовала нас, танки, артиллерия. Весело было. Сейчас Исоя Каев уже не скрывает лица. По его словам, между руководством батальона «Крым» и руководством генштаба ВСУ достигнута договоренность, что Крым будет легализован и войдет в состав вооруженных сил Украины. Подразделение будет формироваться на контрактной основе в прямом подчинении начальника генерального штаба. Оформление контрактов будет проходить через военные комиссариаты по месту регистрации бойцов. После издания приказа о формировании подразделения в составе ВСУ, через два месяца батальон сможет отправиться в зону проведения АТО. Между тем, народный депутат, уполномоченный президента по делам крымско-татарского народа Мустафа Джимилев, предложил создать в Украине отдельное воинское подразделение, состоящее из выходцев с Крыма, которое должно базироваться в Херсоне. Речь идет о том, чтобы это было такое подразделение, которое, во-первых, охраняло бы этих наших поселенцев, усилило бы украинское присутствие там. И, во-вторых, так или иначе Крым будет освобожден. И мы должны войти в Крым не с пустыми руками, потому что в Крыму по-прежнему не будет. По словам Джимилева, президент Порошенко не возражает против этого предложения. Сейчас идет обсуждение, какой именно структуре будет подчинено формирование Национальной гвардии или Министерства обороны. Неизвестно пока и то, бойцы какого крымского батальона войдут в это воинское подразделение. Мустафа Джимилев неоднократно заявлял о том, что такое подразделение будет создаваться. Вам не делали предложение войти в это подразделение, которое будет дислоцироваться в Херсоне, как он предлагает? И вообще, какова судьба этой идеи? Потому что много раз было это заявлено, много раз говорило, что президент не против. Я даже знаю, что президент некоторых частных разговоров говорит о том, что такое подразделение уже есть, но про него никто не знает. Никто его не видел. Не знаю. Я тоже много раз слышал разговор об этом, что идет на самом верху разговора о создании такого подразделения. Пока это только разговор. А насколько оно продвигается, я не знаю. Не могу ничего сказать. Ну и самый трудный вопрос, который я хочу вам сегодня задать, и не задать его не могу, потому что на этом настаивают и наши телезрители и читатели, которые информацию о том, что вы легализуетесь именно с целью освобождения Крыма, конечной целью, скажем так, да, все задают вопрос, когда? Как вы это видите? Зная расклад не только политический, не только, ну, общее, скажем так, настроение людей и в Крыму, и в Украине в целом, потому что вы через всю Украину проезжаете, по сути, да, видя решения, которые принимаются, в том числе и сегодняшние. Я имею в виду то, что депутаты проголосовали за внесение в повестку дня парламента вопрос об изменении их конституции, которые предполагают особые районы, да, Донбасса существования. По сути, Украина, благодаря президенту Порошенко, в одностороннем порядке выполняет минские соглашения. При этом никто их там в зоне АТО не собирается складывать оружие по той сторону, баррикад, да. И сегодняшнее заявление о том, что президент будет предлагать в измененной конституции закрепить норму о том, что Крым по своему статусу является национально-территориальным образованием, основанным на реализации крымско-статарским народом права на самоопределение на своей земле. Как вы видите освобождение Крыма? Ну, я вам сразу скажу, что многие люди, которые говорят, что это можно решить дипломатическим путем, они, наверное, по меньшей мере глубоко ошибаются, потому что никто не верит в то, что Россия извинится и уйдет. Извините, мы погорячились. Такого не будет, конечно. Ну, в любом случае, то, что сейчас происходит, оно рано или поздно должно будет перейти в более такую серьезную фазу, потому что рано или поздно надо будет им определиться, они или будут воевать, или им на самом деле надо будет извиниться и уйти в освоясь. Ну, это маловероятно, так что, скорее всего, они будут воевать. И когда это все навалится на нас, нам надо будет выстоять это все. Уточняю, воевать где? На Донбассе? На Украине. На Украине, я имею в виду на Донбассе. На Донбассе, да, да, да. Потому что, ну, реально техники очень много завезено, очень много пехоты их. Он провел, допустим, правительство России провело амнистию очень крупную, вот в начале года. Было освобождено очень много заключенных и освобождали в основном таких, которые, допустим, имели отношение когда-то к армии и к силовым структурам, в первую очередь. И эта масса после подготовки соответствующей была направлена? Ну, а куда ее еще направить? Конечно, сюда, в зону конфликта. Вот, поэтому, я думаю, рано или поздно это произойдет. И это понимают все. Особенно, наверное, в штабе тоже отлично понимают, потому что у них информации намного больше, чем у нас. Разведка, что бы ни говорили, разведка наша работает, довольно-таки успешно работает. Иногда, конечно, тяжело все это получается, потому что, по большому счету, я вам скажу, что за год на пустом месте пришлось возродить армию, которую практически 27 лет уничтожали. И на сегодняшний день украинская армия воюет довольно-таки неплохо. Может противостоять противнику, у которого, скажем, боевого опыта намного больше, чем у нас. И остальное тоже потихоньку наладится. Нам, говорят, главное терпение выстоять, взаимопонимание между собой, потому что есть много нюансов, моментов. Да, разговора нет, будет очень тяжело. Но вот если мы это выстоим, я больше чем уверен, что украинцы, они достойны жить в хорошей стране. И даст Бог, с Божьей помощью мы этого добьемся, и мы будем жить в хорошей стране. Где каждый человек... Мы тоже в это верим. Повторяю вопрос. Когда и как? Я не могу вам сказать когда. Почему? Потому что не все от меня зависит. Вы же понимаете, если даже я, допустим... Я же спрашиваю, как вы себе это видите? Я себе представляю это, что в любом случае это будет вооруженное освобождение. Я думаю... Ну, это мое предположение. Я опять-таки не говорю, что 100% так будет. Я думаю, еще год нам придется потерпеть. Через год где-то уже начнется, наверное. Обратное действие. Я думаю, что Россия будет сложнее сражаться, хотя она довольно-таки сильная. Вы знаете, вот я разговариваю со многими добровольцами крымчанами и с кадровыми военными. Вот меньше всего они хотят, чтобы в Крыму повторился Донбасс. Я тоже этого не хочу. И все говорят, нет, не надо, там как-то нужно по-другому. Хотя все понимают, что... По-другому не будет. Самого себя... Ну, можно себя успокоить, но мы все отлично понимаем, что по-другому не получится. В любом случае это будет. Потому что, ну, надо постараться, конечно, чтобы этого не было. Но я не знаю, я не представляю, как это можно сделать, когда туда завезли столько вооружения, столько людей. Это же все не просто так. Опять-таки, говорю, они же не будут извиняться и уходить оттуда. Они в любом случае постараются удержать это все. Потому что, с другой стороны, те люди, которые, допустим, на сегодняшний день перешли на сторону России, они же понимают, что без Крыма у них нет будущего. Допустим, и если Крым в составе России, у них есть какое-то будущее, какие-то перспективы. Если Крым вернется в состав Украины, то на Украине у них уже нет перспектив, кроме тюрьмы. А в России без Крыма они никому не нужны. Ну, тоже перспективное дело. Напомню, что Янукович там дважды побывал, после этого стал президентом Европейского государства. Да, и еще более трудный вопрос, который я сейчас вам задам. И я не знаю, как вы будете на него отвечать. Я буду не знаю. Это вопрос касается возможного, действительно, предоставления Крыму статуса крымстарской автономии, о чем сегодня заявил президент. И я очень надеюсь, что он сказал, что это не только для того, чтобы получить еще два голоса сегодня за голосование про направление его проекта «Изменения в Конституцию» в Конституционный суд. Голоса Рифата Чубарова и Мустафы Джимилева. Рифат Чубаров, напомню, заявлял, как только был первый вариант, сегодня ночью он перелицовался, первый вариант изменения в Конституцию, Чубаров тогда заявил, что он не будет голосовать, поскольку президент должен каким-то образом подтвердить свою готовность к выполнению, собственно говоря, вот этой нормой международной, о предоставлении крымстарскому народу права на реализацию, права на самоопределение. И вот скажите, после того, как вы сказали, что, скорее всего, без военных действий, они могут быть тоже разными, да? Армия может вообще без одного выстрела войти на территорию, и такое бывает, да? Тем не менее, первой войдет туда армия. Кто-то уже сказал, что Крым будет освобожден тогда, вернется в Украину тогда, когда наши военные зайдут в свои казармы. Но если придется воевать, вот как бы вы объяснили людям, не крымским татарам, не крымчанам, которым это объяснять не нужно, наверное, почему они должны воевать за Крым, почему они должны погибать за Крым, если его потом нужно будет отдать крымским татарам? Ну почему отдать? Вот мы, например... Я повторяю слова, которые говорят люди. Что бы вы им ответили? Хорошо. Тогда, значит, мы не должны воевать за Украину, если мы так будем подходить к этому. Украина – это не мое государство, это не моя страна. Моя страна – Крым. Моя земля – Крым. Почему я воюю за Украину? Так вы еще и паратисты. Хорошо, продолжайте. Почему я тогда воюю за Украину? Просто, ну, я скажу так. Отдать Крым – отдать Крым. Ну, это не совсем правильная формулировка, конечно. Отдать Крым. Очень много неправильных формулировок. Да, просто... Крым подарил Крым Украине. Тоже неправильная формулировка, но ее повторяют люди не только из России. Просто почему я говорю? Ну, у каждого народа есть земля, к которой он привязан, скажем так. И откуда наши корни растут? Ну, я не могу, допустим, может, это красиво все сформулировать, но я вам скажу одну вещь. Вот моя бабушка. Она всю жизнь мечтала вернуться в Крым. Она умерла в Узбекистане. Но она мне всегда рассказывала про Крым. Про Крым. Я с детства вырос с этими рассказами. Вот с детства. Она мне рассказывала, какой Крым красивый, какая там земля, какие там растения. Я всегда представлял это что-то такое необыкновенное. И когда я приехал в Крым, мне было уже тогда 24 года, я посмотрел и ничего такого не увидел. И не мог понять, почему так. Пока я не оказался, пока не вот это не случилось, то, что случилось. И пока я не попал на Украину, теперь я тоже Крым вижу таким, как видела моя бабушка. И я очень хочу туда вернуться. И я знаю, что если мы туда вернемся, мы его изменим. Там будет жить всем хорошо, не только крымским татарам. Всем будет хорошо жить. Как и жили до этого. Всем будет хорошо. Но просто, как сказать, ну, это наша земля. Мы из нее выросли. Я не могу это объяснить, честно. Не знаю, как это объяснить. Ну, наверное, этого и достаточно. Наверное. Это ваша земля, это так. Я не могу это объяснить, честно. Ну, не могу я. Вот я постоянно... Как убедить людей, что это необходимо? Что это действительно справедливо? Я не буду говорить о нормах международного права. Это все понятно, да? Ну, я вам скажу одну вещь. У меня, например, вот с теми ребятами, кто с нами воюет, с нашими попротивами, в этом вопросе проблем не возникает. Ни с украинцами, ни с русскими ребятами, ни с других национальностей, кто рядом с нами есть. У нас вообще этот вопрос не возникает. Они все считают, что мы вернемся в Крым, и татары в Крыму будут хозяевами. И мы будем жить все вместе. Вот у нас это так. Поэтому я когда говорю, что наше подразделение национальное. Вот представьте, это как Крым, это национально-территориальная, короче говоря, автономия. Вот наше подразделение, оно национальное. Много национальное. Ну, оно национальное, да. Но Крымско-Татарское, у нас там Тамга на знаке. И под вашим флагом? Ну, все равно, ребята, среди нас, да. И русские, и украинцы, и черченцы есть. Ну, из Кавказа есть ребята, есть узбеки ребята, есть азербайджанцы, есть разных национальностей. И всех это устраивает. И все с нами вместе воюют. Все воюют за то, чтобы в первую очередь освободить восточную часть Украины, а потом уже освободить Крым. Вернуться домой все вместе хозяевами. Все мы будем жить там. И всем будет, я думаю, хорошо. Это нужно объяснять людям. Мы объясняем. И поэтому я задала этот вопрос, и я его задаю многим политикам, потому что они должны знать, каким образом отвечать людям. Раньше мы об этом почему-то не задумывались, хотя лично у меня не возникает сомнений в том, что если бы право Крымстарского народа на самоопределение, по крайней мере, реализовывалось бы, пусть бы это был какой-то длительный процесс, но Украина никогда бы не потеряла Крым, если бы это было сделано справедливо и мудро по-государственному. Я с вами согласен. Ну и еще более сложный вопрос. Исаакаев, когда вы сняли Балаклаву, 18 мая мы вас увидели без Балаклавы. Вернее, все увидели без Балаклавы. Имя свое вы назовете? После победы. Все уже так привыкли, поэтому как-то меня сейчас... После победы. Спасибо большое. Исаакаев, командир подразделения Крым, которые сейчас проходят процедуру легализации в вооруженных силах Украины. И очень надеемся, что это не будет длительный процесс. И вы вернете оружие в свои руки, для того, чтобы на украинской земле наступил мир. Спасибо огромное. Завершаем программу традиционно свежими расследованиями проекта «Следство.Инфо». Сегодня мы посмотрим расследование нашего днепропетровского коллеги Александра Курбатова о неизвестных страницах, достаточно громкой истории, которая касается добровольческого подразделения «Торнадо». И также расследование, если успеем, Дмитрия Гнапа о гнезде Гузыря, то есть о гнезде бывшего, теперь уже заместителя генерального прокурора Украины, о семейном бизнесе, бывшего, потому что именно сегодня наконец-то генеральный прокурор Украины уволил прокурора в подозреваемых взятках, в которых нашли какие-то камешки для аквариума и полмиллиарда. Спасибо огромное всем, кто был с нами в этот вечер. Прощаемся до четверга. Будьте информированы и здоровы. Мукачевская стрелянина знову нагадала про питання існування в Украине озброєних добровольчих групп. Ще кілька тижнів тому в центрі уваги перебував торнадо, добровольчий батальйон, а згодом рота спецпризначення МВС, яка засвітилася у боротьбі з контрабандою в зоні АТО. Згодом раптовый арешт комбата і ще сімох бійців підрозділу за звинуваченнями у тортурах, звалтуваннях, а на додачу ще й педофілії. Хто насправді бійці торнадо? Монстри, якими лякатимуть дітей чи жертви власної принциповості? Ці кадри знято влітку 2014. На навчаннях батальйону «Шахтарськ». Руслану Ніщенко комбат, а в майбутньому командир міліцейського спецпідрозділу «Торнадо» демонструє бійцям навички стрільби з різних видів зброї. За рік війни комбат уже за ґратами, за звинуваченням у незаконному утриманні людей, катуваннях і вбивствах. Зібрана доказова база, яка дає підстави беззаперечно підозрювати командира роти Руслана Ніщенка, а також значну кількість його підлеглих, які організувалися навколо нього як кримінальний елемент в погонах працівників міліції. Бійці «Торнадо» кажуть, що свого командира не зрадять. Багато з них завдячують йому життям. Торнадо Геройський пройшов і Лувайськ, Піски, Мар'янку і Лисичанськ. Та після оприлюдненого військовою прокуратурою віду із розповіддю про тортури підрозділ став ізгоєм. Невже у розташуванні роти регулярно катували і гвалтували людей, а про це ніхто не знав. Розпитати про це самих торнадівців виявилося непросто. Підрозділ зник із місця дислокації в зоні АТО. Торнадо носить по всій території України. Після корупційного скандалу батальйон відвели з передової із станиця Луганська до Слов'янська. А тепер він опинився на околиці Києва. Серед бійців тільки розмов про звинувачення у тортурах. Кажуть, не розуміють, де могли катувати людей. А взагалі це можна було б приховати на території? Та ні, це нереально було б. Тобто постійно всі на базі і всі все бачать. Вікторія з позивни Маква служить із комбатом Русланом Моніщенком ще з часів створення батальйону «Жахтарськ». Пройшла усі гарячі точки. Розповіді про тортури у підвалі називає нісенітницями. Чесно кажучи, я такого і не бачила. Я знаю тільки те, що в нас в підвалі було продукти. Просто зберігалися продукти харчування через те, що там постійно холодно. До війни Вікторія працювала помічницею стоматолога. Коли на Донбас прийшла війна, вирішила захищати Україну. Те, що останнім часом відбувається із підрозділом, вважає помстою за принципову позицію. Складається таке враження, начебто ми стали непотрібні. І просто нас хочуть всіх знищити. На новому місці розташування, в тилу, підрозділ визначив для себе нове бойове завдання. Бійці торнадо понад рік воювали у зоні антитерористичної операції на Донбасі. У Києві теж воюють. У судах. За власну гідність і власне майбутнє. На суд до командира прийшли разом, щоб той бачив, його не покинули. Трішній герой України! Слава! 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 Комбат за ґратами відмовляється визнати себе винним у тортурах. Адвокат Руслана Уніщенка звинувачує у тортурах самих правоохоронців, які жорстоко побили восьмого торнадівців під час їхнього затримання. Одно момент. В чотирьох містах України – Львів, Дніпропетровськ, Київ, Сєвєродонецьк – було затримано вісім осіб. Філігранно затримано працівниками спецпідрозділу «Сокір». Про філігранне захоплення розповідає свідок, який разом із командиром торнадо лікувався після поранення у лікарні імені Мешникова в Дніпропетровську. Тоді сталося не лише видних. Поранений Іван Князько встиг послужити лише півтора місяці. У міліції зрозуміли, що помилилися і відпустили хлопця. Це не єдина претензія до слідства. Копати під торнадо прокуратура розпочала ще наприкінці березня. Дозвіл на затримання суддавши 17 травня. Але бійців взяли лише через місяць. Хоча мова нібито йде про катів і вбивць. Чому? Чесно, з контрабандою дзвонили, викликали, ми її тільки зупиняли. Там і продукти харчування, і алкоголь. Багато алкоголю везли? Фуру. Огромно. Ми були шоковані. Получається, що збільшали продукти харчування, все таке, звідти метал, вугілля. Олексій своє 19-річчя відзначив на війні. Романтика розвіялася в процесі боротьби зі своїми ж контрабандистами. У тих працювала добре налагоджена система. Наприклад, вони знали, що блокпост припиняв роботу о 17-тій. Я, коли встановив, два маленьких пирожка з сигаретами. Парламенти, там, зібрання, там, капітан Блэк. Самі дорогі, самі елітні. Два з половиною куба, скажімо так, сигарет і майже мільйон гривень. Ще дорожча контрабанда – метали вугілля. Їх спочатку везли фурами, а потім цілими потягами – залізницею. Ориентировочний проход поезда – 19.00-20.00. Це 2-е апреля. То поступає приказ 2-го апреля до 18.00 ввести все подразделення со станицей Луганської. Все. Губернатор Луганської області Геннадій Москаль від антиконтрабандної діяльності «Торнадо» не в захваті. Я сьогодні запитав, генеральну прокуратуру, зведення «Торнадо» було про контрабанду? Нема. Службу безпеки? Нема. Державну фіскальну службу нема. В антикорупційній нема. Підніміть кримінальний кодекс України, такого злочину, як контрабанди нема. Коли на блокпостах з'явилося телебачення, всі одразу почали затримувати контрабанду, якої до того нібито взагалі не було. Про затримання потягу з нелегальним вугіллями металом на 70 мільйонів торнадівці фільм зняли самостійно. В іншому вагоні того потягу взагалі їхали люди. Ну, це нікому не пригодилось. Ніхто. Приїхали пограничники, посмотріли, увиділи тратіл, побіжали. Приїхали СБУшники, посмотріли. О, клас, пофоткали, побіжали. Все, ми залишилися самі. А решти торнадівців почалися вже за два дні. Провину затриманих бійців визначатиме суд. Слідство заявляє про наявність вагомих доказів. Та дивним чином історія міліцейського спецпідрозділу торкнулася родини київської волонтерки Світлани Саванчук. 8 липня близько 6 ранку до неї в квартиру прийшли люди, які назвалися міліцією. Коли жінка відчинила двері, до неї зайшли представники військової прокуратури із ухвалою про підозру чоловіку у скоєні злочинів разом із комбатом торнадо. Звинувачують в тому, що він разом з комбатом Онищенко вчиняв якісь розпустні дії. Розпустні дії відносно своїх дітей, відносно інших малолітніх, здається так. І йде перелік якихось, ну, питок, скажімо так, катувань. Певних катувань, проте такі катування, які, ну, читаєш, просто дійсно стає досить ніяково. Аргументи про те, що Саванчуки жодного разу не були в зоні АТО, не подіяли. Чоловік Світлани викликав адвоката, але не встиг договорити, як у нього і Світлани відібрали усі засоби зв'язку. Весь час, поки тривав обшук, адвокат стояв під дверима. Його не допустили, як і міліцію, що приїхала за його викликом. Прокурори відмовилися назватися, навіть коли виходили. І останній штрих. Ухвалу про обшук винесла сумнозвісна суддя Печерського суду Оксана Царевич, яку звинувачують у винесенні завідомо неправосудних рішень проти активістів Автомайдану. Досі невидимий перший заступник генерального прокурора Володимир Гузир засвітився, коли намагався захистити двох високопоставлених прокурорів – Шапакіна та Корніця. У них при обшуку знайшли півмільйона доларів та діаманти. Якби не цей скандал, Гузир міг би, як і раніше, працювати в Генпрокуратурі непоміченим. Та після історії з прокурорськими хабарями нам вдалося дізнатися про Гузиря чимало резонансних речей. Слідство інфо довідалося, що Володимир Гузир будує власний прокурорський клан. Його син Дмитро працює в Генпрокуратурі разом з батьком. Хлопець полюбляє круті авто. Раніше він їздив на БМВ, на якому потрапив в аварію і вимагав чималу компенсацію з водія Ланоса. Тепер, згідно з декларацією про майно, в нього джип Тойота Ленд Крузер. Дізнатися про походження коштів на крутий автомобіль в самого Дмитра Гузиря не вдалося. Останній тиждень його ніяк не можуть знайти на роботі. А прислужба Генпрокуратури на запит слідства інфо просто не відповіла. Та кажуть, що син не єдиний родич Володимира Гузиря в органах прокуратури. Пливову посаду заступника прокурора міста Києва обіймає Олександр Авраменко. Він не запам'ятався боротьбою з корупцією чи розкриттям резонансних вбивств. Натомість в часи Януковича Авраменко переслідував тодішніх опозиціонерів за кидання яйцями у Верховній Раді під час ратифікації скандальних харківських угод. За даними наших жерел Олександр Авраменко – племінник Володимира Гузиря. Та просте питання про родинні зв'язки змусило молодого прокурора рознервуватися. Скажите, ви являєтесь родственником Володимира Павловича Гузиря, замістителя генерального прокурора? Понимаєте, ви задаєте питання, який відповідається моєю личною життєю. Молодарських відносин з тими чи іншими людьми. Ви можете відповідати, да чи ні? Направляйте офіційне прощення, ви отримаєте все відповідь. Ми так і зробили. Відповідь прокуратури міста Києва фактично підтвердила версію з племінником Володимира Гузиря. В офіційному листі нам нагадали, що інформація про сімейні зв'язки Олександра Авраменка є конфіденційною і не може бути поширена без його згоди. Крім сина та племінника, у Володимира Гузиря є ще й зять Ілля Рафаловський. Він не прокурор, але надиво успішний бізнесмен. Пан Рафаловський є співвласником фірми «Сучасні фінансові інструменти». Вона, в свою чергу, є засновником товариства «Курорт-індустрія», яке володіє 12 гектарами землі поблизу Києва. Зять у заступника генерального прокурора вдалося з партнерами відкупити чимало землі в містечку Ворзелі, що під Києвом. Ось там величезна ділянка землі за дорогою – це їхня земля. За цим парканом, скільки він тягнеться аж туди – це також їхня земля. І там, через дорогу, паркан продовжується, там також починається величезна ділянка їхньої землі. Прокуратура, яка намагалася опротестувати виділення землі «Курорт-індустрії», майже всі суди програла. Прокуратурою не надано суду належних та допустимих доказів на спростування висновків місцевого господарського суду. Йдеться в одному з вердиктів. Чи не тому, що прокурор Наталя Баклан раніше працювала підлеглою Володимира Гузиря. Місцеві активісти розповідають, що майже одночасно з призначенням Володимира Гузиря на високу посаду в Генпрокуратурі фірма його зятя почала готувати ділянки під забудову, а ліс – під вирубку. Вони хотіли побудувати на земельній ділянці 2,2 гектара 18 двоповерхових котеджей від 160 квадратних метрів, від 190 до 360 квадратних метрів, плюс дві забудови по тисячу квадратних метрів. Ітого 20, 20 отаких от будинків на цій території. Там віковічні красені, віковічні корабельні сосни. Але в компанії Іллі Рафаловського чимало землі не лише під Києвом, а й в центрі столиці. Наприклад, більше гектара в найсмачнішій частині Києва – на Печерську. На вулиці Лейпцизській компанія «Будівельний союз», яку контролює зять Гузиря з партнерами, свого часу посунула дитячий садочок і побудувала бізнес-центр. Саме тут розташовані офіси фірм самого Рафаловського та його партнерів. Невеликий відступ. Днями відомі блогери Карл Волог та Сергій Іванов опублікували резонансні документи. А в них заступник генпрокурора Володимир Гузир намагається натиснути на міліцейське слідство, яке займається недавньою пожежею на нафтобазі компанії «БРСМ Нафта». Гузир вимагає від слідчих не втручатися в господарську діяльність фірми, яка належить ексміністру енергетики в уряді Януковича Едуарду Ставицькому. Звідки така зацікавленість? Можливо, це збіг, але офіс «БРСМ Нафти» розташувався в одному під'їзді з офісом компанії «Зятя Гузиря» в сучасні фінансові технології. На жаль, Володимир Гузир виявився недоступним для коментарів. Мабуть, через незвичну увагу до своєї персони пішов у відпустку. Важко передбачити, чи зможе він ефективно працювати після повернення на роботу, адже в журналістів Громадського до нього ще купа неприємних запитань.